Окей, я с этой темой немножко припозднился, дня эдак на 3-4, поэтому постараемся покороче и сразу к делу, то есть по меркам моего канала это где-то минут 25 как минимум, как пойдет, пацаны, как пойдет. Похоже, что европейское рейтинговое агентство, которое занимается оценкой игр перед тем, как они выходят и дает им соответствующие возрастные рейтинги, решило всерьез заняться азартными играми, не лутбоксами, которые, я напоминаю, в подавляющем большинстве европейских стран все еще азартными играми не признаны. Они думают об этом, но пока что вот как-то не решаются, не могут никак прийти к консенсусу, потому что политика, добро пожаловать, тут ничего нового. И, конечно же, под серьезно заняться я имею в виду, что они взяли свою уже действующую статью касательно пометки про азартные игры, гэмблинг так называемый, и решили его немножко подкорректировать. Теперь под рейтинг 18+, будут попадать все игры, начиная с момента введения данного закона, если хотите, которые предполагают элемент обучения игрока азартным играм. Не уточняется, что именно подразумевается под азартными играми, мы об этом сегодня будем говорить. И, собственно говоря, я хочу сразу начать с этого основного вопроса. Почему? А главное, зачем? Наверняка у каждого из вас в жизни был момент, когда вы работаете с некоторой структурой, которая должна, ну, скажем так, решить вашу проблему, какой бы эта проблема ни была. Вы к этой структуре обращаетесь, она говорит, да, да, конечно, сейчас мы все сделаем, сейчас все поправим, и решает совершенно другую проблему, которая имеет очень скользкое, практически незаметное отношение к вашей проблеме, и говорит, все, готово, с вас 10 тысяч, пожалуйста. Бывало с вами такое? Помните свои ощущения в этот момент? Ну, так вот, буквально то же самое происходит сейчас. Хотя что-то мне подсказывает, что европейским государствам, по крайней мере, на ближайшее время этого может быть достаточно. Подпишись на канал мой сладенький, нажми эту красную кнопочку справа снизу, и колокольчик тоже потереби, как свою женщину тереби же. Сразу, кстати, напоминаю ключевую информацию про то, что ПЭГИ – это не то же самое, что ЕСРБ. Это две разные организации, одна из них занимается европейским регионом, в то время как другая занимается североамериканским регионом. ЕСРБ никаких подобных потуг еще не делала, настолько решительных, если это можно назвать решительным, как мы дальше поймем, скорее всего нет. Больше напоминает превентивную меру для того, чтобы ситуация не эскалировалась слишком уж далеко. А она очень-очень активно пытается туда эскалировать, особенно последние пару лет, потому что государства, как это предсказывали, начинают пытаться регулировать видеоигры за сами видеоигры, которые себя регулировать самостоятельно не хотят. Вроде бы и предупреждали издателей, что клубочек вечно виться не будет, а они как-то вот не думали наперед, зарабатывается и нормально, а теперь пришло время отвечать за свои дела. Но они все еще могут отсрочить этот момент, конечно же. Изначально информация к нам поступает от ресурса AskAboutGames, которые обратили внимание на новую формулировку и запросили у Пегги комментариев по поводу того, как именно теперь этот рейтинг будет выставляться за категорию, которая теперь предполагает, и я цитирую, поощрение или обучение игрока азартным играм. До этого она, по-моему, касалась только наличия азартных игр в игре, если я ничего не путаю, но теперь она немножко больше под себя предполагает, и теперь все игры, предполагающие подобные элементы, будут носить рейтинг 18+, без исключения. Не касаясь уже готовых релизов, которые вышли до введения этих новых правил. Как дальше будет уточнено, если мы говорим про какой-нибудь рейрелиз, например, Pokemon Red and Blue, где есть буквально игровые автоматы, где ты можешь использовать внутриигровую валюту для того, чтобы потянуть за ручку и, может быть, выиграть деньжат. Если произойдет ререлиз игры, то в таком случае ей этот новый рейтинг не грозит, однако если она будет каким-то значительным образом видоизменена для того, чтобы считаться по сути новой игрой, тогда этот новый рейтинг присвоен уже будет. Я это к тому, что прочитал довольно много таких шутливых статей про то, что, о боже, с этими новыми правилами теперь даже покемона можно считать 18+, контентом. Ну, будущих покемонов вполне возможно, хотя что-то мне подсказывает, что они все-таки откажутся от этой замечательной игровой фичи. Придется вам теперь идти за своим видеоигровым казино в ремастер Сан-Андреса грядущей, мои дорогие булочки. Только там вам теперь предоставят настоящий игровой экспириенс. А в покемонах не получится, извините. Причины введения этих новых правил для меня достаточно очевидны. Из-за шумихи, которую европейские государства в последнее время поднимают. Я говорю даже не обязательно про Нидерланды или Бельгию, где лутбоксы уже натурально запрещены или очень сильно ограничены. В Японии и в Китае тоже какие-то ограничения действуют. Это Великобритания активно занимается исследованием того, являются ли лутбоксы натуральными азартными играми или нет. Спойлер, являются, но это в принципе все уже кроме самой номенклатуры признают. Это ладно. У меня другой вопрос возникает. Для чего они это сделали? Если вы не первый день живете на земле, то наверняка слышали про такую аксиому, что когда деньги и совпадения находятся в одном контексте, это никогда не совпадение. Подобные решения всегда принимаются кем-то конкретным и с очень очевидными мотивами. Если про то, что ЕСРБ активно лоббируется непосредственно видеоигровыми издательствами всем известно, то с Пегги я точно вам сказать не могу, но что-то мне подсказывает, что это буквально та же самая история. Потому что кому в принципе может быть выгодно заниматься подобными делами? Двум типам людей, правильно. Это либо политики, которые хотят работать на электорат и защищать детишек, это замечательный аргумент для того, чтобы собирать голоса, и владельцам компаний, являющихся непосредственно заинтересованными в том, чтобы им выставляли правильные рейтинги. Именно о вторых мы сегодня и говорим, потому что есть у меня подозрение, что эту формулировку очень тщательно подбирали они для того, чтобы отвлечь внимание по большому счету. В смысле, ну никто же не удивится, что законодатели, которые пытаются защищать детишек, сами в игры практически никогда не играют и не очень понимают, что они из себя представляют вообще. Буквально все, что им нужно, это сказать пацаны. Ну, точнее, им нужно это сказать своему электорату, и чтобы им сказали соответственно, да, им нужно сказать пацаны, мы победили азартные игры в играх. Можете больше не волноваться, можете больше не переживать, что если вы купите FIFA своему маленькому висечке, то он потратит все деньги с вашей карты буквально в тот же день, и вернуть их назад уже не получится. Больше такой ситуации у вас никогда не случится. И, кстати говоря, по этим новым правилам FIFA все еще не считается игрой 18+, потому что она не использует настоящие азартные игры, а только что-то похожее, отдаленно напоминающее в виде лутбоксов. Потому что что гласит статья на самом пеге? Давайте почитаем. Элемент азартных игр подразумевает, что игра имеет в себе элементы, которые поощряют или учат азартным играм. Это, азартные игры, являются симуляцией азартных игр в том виде, в котором вы можете найти их, например, в казино, да, или в каких-нибудь других игровых залах. Подразумеваю, что это должна быть реалистичная азартная игра, которая существует в реальном мире, по крайней мере, так я это понимаю. Некоторые старые интеллектуальные собственности, которые в свое время, имея этот элемент, оценивались по рейтингам пеги 12 или пеги 16, не изменят свой рейтинг по новой классификации, если только они не будут перевыпущены и не будут достаточно сильно изменены для того, чтобы этот новый рейтинг получить. И да, я действительно считаю, что эти незначительные изменения в формулировках уже не первые, кстати говоря. Это всего лишь имитация бурной деятельности и попытка бросить немножко бисера перед свиньями. Свиньями в данном контексте являются политиканы и озабоченные родители, которые не очень понимают, о чем идет речь. Мы подобное видим практически каждый год. Вся эта кутюрьма длится уже года три на моей памяти, если не дольше. Я помню, как и ESRB, и пеги пытались вводить какие-то новые пометки, но почему-то всегда делали их максимально размытыми и, казалось бы, безопасными. Вот, например, в 2018 году, когда они вели пометку про внутриигровые покупки с изображением пластиковой карты, чтобы родители знали, ни в коем случае эту штуковину своему дитятке не покупают. Ну, то есть, нет, не знали на самом деле, потому что она могла совершенно спокойно идти с рейтингом 3+, в зависимости от игры. То есть, она как бы есть, но она толком не влияла на возможность вашего дитятки потратить все ваше бабло без вашего ведома. Без вашего ведома, это теперь слова в русском языке, если что, да. Чуть позже, в 2020 году, когда разговор пошел конкретно про лутбоксы, это слово дошло уже до наиболее высоких инстанций, а именно до европейских государств, которые единственно имеют какую-то реальную власть, чтобы что-то в индустрии поменять, потому что они могут на законодательном уровне эти лутбоксы запретить или еще что-нибудь подобное сделать. В этот момент появилась пометка не только про внутриигровые покупки, но также еще и про рандомные предметы. Вы платите реальные деньги за негарантируемые награды. Это все еще не влияло на возрастной рейтинг, вы все еще могли найти игру с рейтингом 3+, где было обе эти пометки. И, пожалуйста, дитяткам ее можно совершенно спокойно покупать. Откуда они возьмут деньги? Ну, это уже их проблемы, пацаны. Мы дали все необходимые инструменты контроля. Это любимое оправдание ваших любимых электроникарцев, тейктуев и прочих замечательных издательств, не правда ли? У нас есть инструменты контроля, говорят они. Запрещать лутбоксы это только повредит экономике. Это только сделает игры хуже. Отнимет у нашей аудитории замечательный игровой опыт. Наоборот, на государственном уровне, говорит Electronic Arts постоянно, нужно пояснять родителям, что у нас есть огромное количество инструментов контроля. И, конечно, можно контраргумент привести про то, что когда родитель покупает своему дитятке фифу, он не должен, смотря на футбольный симулятор, думать о том, что дитятка может проиграть в него все его бабло. Родители, а не дитятки, естественно, потому что откуда это бабло возьмется? Но вот не должен он об этом думать. У него не должна в голове такая мысль, в принципе, проноситься. Это не совсем норма. Но это, тем не менее, мир, в котором мы живем. И угадайте, что? Тайтлы вроде фифы, которые используют именно лутбоксы, а не настоящие азартные игры, от этих нововведений нисколько не пострадают. А вот по факту пострадать могут тайтлы, которые, наоборот, никаким образом не пытаются игрока развести на бабло. Мы говорим, причем, и про сингловые тайтлы в том числе. Это не только какой-то онлайновый элемент, где вы выигрываете шапки. Понимаете, понятие азартных игр реалистичных, потому что в статье написано именно про симуляцию. Понимаете, так и написано. Симуляция азартных игр. Точнее, игр, которые часто проводятся в казино или в игровых залах каких-нибудь. Это может отсылать, в зависимости от того, как именно они будут толковать это определение, это может отсылать к абсолютно бесполезным внутриигровым элементам, которые не предполагают вложения реальных денег. Как, например, ну я даже не знаю, как покер в RDR 2, скажем. В RDR 2 есть буквальный техасский холдом, который совершенно спокойно можно толковать как симуляцию азартной игры из реальной жизни. Реалистичную, которая при этом еще и этим азартным играм учит. Мы, конечно, понимаем, что RDR 2 в любом случае рейтинг 18+, по многим-многим другим причинам, но придумайте какой-нибудь любой другой пример, в котором тоже есть внутриигровое казино, буквальное, но оно не заставляет вас играть на реальные деньги. По крайней мере, сингловый режим, как это в RDR 2 онлайн выглядит, я, если честно, не знаю, сам не играл. Значит ли это, что рейтинг игры должен страдать от того, что там есть просто обыкновенные вот азартные игры, привычные для человека? Мы должны ли мы считать техасский холдом порождением дьявола, которое развращает детей? Я не знаю, учитывая то, как активно буквально все взрослые, включая самих политиканов, в эти штуки играют и чувствуют себя совершенно спокойно, учитывая то, как открыто проводятся чемпионаты по тому же самому техасскому холдому, я даже не знаю, звучит не очень разумно, на мой взгляд. В конце концов, есть такая вещь, как нюанс. Нюанс, подразумевающий, что какие-то проявления азартных игр, настоящих из реальной жизни, можно расценивать как художественный элемент игры, который не пытается сам факт азартных игр как-то поощрять, промоутить, поддерживать, на какой-то пьедестал его ставить, особенно, когда мы говорим про элемент, не подразумевающий возможность реальные деньги на него тратить. Это просто неразумно, на мой взгляд. Но нет, тем не менее, по правилам все игры, подразумевающие, что там есть реальная азартная игра, теперь будут носить такой рейтинг в Европе. Можно еще дальше зайти. Что насчет выдуманных азартных игр, типа того же Гвента? Гвент не существует в реальной жизни. Ну, то есть, как наверняка, есть какие-нибудь любители, которые профессионально занимаются, все это дело прям распечатывают и играют друг с другом, но на официальном уровне он не признан, скажем так. Так, если вы сейчас поедете в Лас-Вегас и зайдете там в ближайшее легальное казино, то, скорее всего, вы не найдете там стола с Гвентом. Вот что я имею в виду. То есть, как бы, официально это не совсем азартная игра, но, тем не менее, ее все равно по определению можно таковой считать. Она не использует реальные деньги, реальные вложения, она использует внутриигровую валюту, вы можете делать ставки и зарабатывать на этой штуке. Соответственно, является ли Гвент промоутом азартных игр? Какой-то поддержкой его, или, не знаю, поощрением, как угодно называйте. Ну, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, разнобой между одним и другим настолько сильный, что принять одно за другое просто никак не получится в здоровой голове. И вроде как, по определению текущему от Пегги, он им считаться не должен. Наверное. Хотя, черт их знает. Что насчет классики, типа того самого легендарного трейлера NB2K20, где вам показывают буквальные починка машины и буквальные однорукие бандиты, ну и с лутбоксами, конечно же, в которые так весело играют баскетболисты, у которых, очевидно, даже контроллер не включен, но это меньшее из его проблем. Мы все, конечно, тогда очень весело посмеялись, но рейтинг у игры был 3+. Ну так, на всякий случай, если вдруг кто забыл. Будет ли она считаться азартными играми по новым меркам? Ну, я надеюсь. Я надеюсь, что буквальное сука казино Фортуны будет считаться буквальным казино. Иначе я не очень понимаю, зачем все эти перемены вообще нужны. Ну, в обратку, конечно, не будет. Как мы уже выяснили, ретроактивно новые правила не действуют. Только на новые релизы. Но на лутбоксы оно не распространяется совершенно никак. Потому что лутбоксы, подавляющим большинством стран мира, до сих пор не признаются азартными играми. Даже если какие-то потуги что-то там предпринять было, нет, все еще нет такого правила. То есть это технически не симуляция реально существующей азартной игры, которую можно найти в казино. Там вы на лутбоксы не играете, значит, в играх тоже можно. Пожалуйста, 3+, на здоровье продавайте свои замечательные внутриигровые покупки, предполагающие рандомные предметы, ни в чем себе не отказывайте. И да, если что, я понимаю, возрастной рейтинг абсолютно никакой роли сейчас не играет. В интернете, если вы покупаете свою копию игры, то компьютер не сможет проверить, сколько вам реально лет, если только не заставит показать скан паспорта. А пока что этого еще не происходит. Поэтому, по сути, возрастные рейтинги сейчас влияют только на родителей, которые покупают физические копии, ну и иногда виртуальные копии тоже. Короче говоря, только на самых озабоченных родителей, которым реально есть дело до своих детей. Иногда чересчур сильно, но все-таки, по большей части детишки предоставлены сами себе, от родителей требуется только не допустить их к своей карте. Но все-таки, все-таки эти рейтинги до сих пор существуют, поэтому работаем с тем, что есть. Зачем? Нужно вот это новое правило. Единственная валидная причина, которую я вижу, это успокоить политиканов. Дать им оправдание для того, чтобы переключиться на другие более важные дела. Лишний раз покататься на своей яхте с продажными женщинами, например. Сказать им, пацаны, мы победили азартные игры в видеоиграх, можете больше не волноваться. И политиканы скажут, отлично, замечательно, электорат, мы победили азартные игры, можете больше не переживать. Ближайшие пару лет, пожалуйста, голосуйте за нас на следующих выборах. Мы стараемся для вас, для граждан, для людей стараемся, поймите нас. Ну и, собственно, на этом история заканчивается. Никаких реальных перемен мы не увидим до тех пор, пока на государственном уровне не будет четко определено, что лутбоксы действительно являются азартными играми, что некоторые другие проявления тех же самых лутбоксов и починка машины ими являются, поэтому они все запрещены на самом примарном и самом единственном имеющем какую-то важность уровне. По-другому просто, ну, ничего ждать хорошего не стоит. Но спасибо Пегги за имитацию бурной деятельности. Всегда приятно видеть, что кто-то получает зарплату до сих пор. Не люблю, когда людей с работы увольняют просто так, это неприятно. А так нормально, так нормально. И спасибо вам, мои дорогие мальчики и девочки. Спасибо вам за то, что вы приходите ко мне на канал снова и снова. Спасибо за то, что подписываетесь, колокольчик на все оповещения ставите, лайки с комментариями оставляете для того, чтобы в алгоритмах видео это продвигать, потому что вы самые лучшие булочки на свете. Люблю вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!